Музыка Осень 1941 года была самым тяжелым испытанием для нашей страны. Враг стоял у ворот Москвы. Весь народ, вся огромная страна поднялась на смертный бой, на святое и правое дело. Все усилия были подчинены одной общей цели – защитить родину от фашистских варваров. И на ее достижения никто не жалел ни своих сил, ни своей жизни. 29 ноября 1941 года в деревне Петрищево, близ города Верея, фашистами была казнена девушка-партизанка. Ни немцы, ни жители деревни так и не узнали ее настоящего имени. Стала ты под пытками, Татьяна, а не мела, замерла без слез. Босиком в одной рубашке рвали, вдвоем выгоняли на мороз. Из своей летающей походкой шла она под окриком врага. Тень ее, очерченная четко, падала на луне и снега. Это было все на самом деле. И она была одна, без нас. Где мы были? В комнате сидели? Как могли решать мы в этот участок? На одной земле, под тем же светом, по другую сторону черты. Что-то есть чудовищное в этом. Зоя, это ты или не ты? Да, это была она, 18-летняя москвичка, выпускница 201-й школы, партизанка, диверсант. Зоя Космедеменская. Она выросла в семье педагогов, была прилежной ученицей, очень любила литературу, мечтала поступить в литературный институт. Но началась война, и Зоя вместе с мамой шила вещевые мешки и петлички для фронтовиков. Работала на заводе с младшим братом Александром. А уже в октябре 41-го года в числе комсомольцев-добровольцев была зачислена в диверсионную школу. Новобранцы сразу предупреждали, что участники операции, по сути, являются смертниками. Отправляясь в немецкий тыл, они должны быть готовы к пыткам и мучительной смерти. Поэтому те, кто не уверен в себе, должны были покинуться против школы. Партизаны, действовавшие в захваченных оккупантах местностях, помогали Красной Армии изматывать врага всеми возможными способами. Они нарушали связь, портили дороги, нападали на мелкие группы солдат и даже фашистские штабы. Вели разведку для советских воинских частей. 17 ноября 1941 года был издан приказ Ставки Верховного Главнокомандующего номер 428, который предписывал лишить германскую армию возможности располагаться в городах и селах, выгнать немецких захватчиков из всех населенных пунктов, выкурить их из всех помещений и теплых убежищ, заставить мерзнуть под открытым небом. Боевое задание группы, в которую ходила Зоя, было таковым. Жечь 10 населенных пунктов, срок выполнения – неделя. Партизанам удалось выполнить часть задания. Пожечь три дома, конюшни, немецкий узел связи, перерезы, телефонные провода. Но Зоя была схвачена полицайом из числа местного населения и отдана в руки фашистов. На просе она назвалась Таней и не сказала ничего определенного. Ее избивали кожными ремнями. Четыре часа водили морозной ночью по селу босиком. А она на все вопросы отвечала – не знаю. В следующий день на площади соорудили виселицу и созвали всех христиан. Зои повесили табличку на грудь с надписью «Поджигатель домов». Перед казнью фашисты фотографировали девушку. Она воспользовалась этим, чтобы обратиться к жителям. Это счастье умереть за свой народ, за свою страну, за правду. Граждане, вы не стойте и не смотрите, а надо помогать воевать. Моя смерть – мое достижение. Товарищи, победа будет за нами. Немецкие солдаты, пока не поздно, сдавайтесь в плен. Фашистский офицер злобно заорал – «Рус!». Но она продолжала – «Сколько нас не вешайте, всех не перевешивайте!» Нас – 170 миллионов. Около месяца тело Зои Козьмедемянской висело посреди села. Отступающие немцы продолжали над ним издеваться. Снимки казни Зои были найдены у одного из убитых солдат вермахта под Смоленском. После расследования было установлено ее имя. В газете «Правда» опубликовали статью «Кем была Таня». В феврале 1942 года Зои Козьмедемянской было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Это была первая женщина, удостоенная этого звания в годы Великой Отечественной войны. Что такое подвиг? Прощание или встреча? Что такое подвиг? Мгновенье или вечность шла? Она не слышна от школьного порога. Уходила девочка в бессмертие дорогу. Зимы пройдут, весны пройдут, дорога не кончится. Это лунного зимнего красного цвета. Лунного зимнего красного цвета. Имя Зои Космодемьянской стало для нашего народа символом мужества и беззаветной преданности Родины. Про тебя говорят, что забыли давно, что не помнят совсем про тебя молодые. Только это не так, нам забыть недавно подвиги, имена и могилы святого. Зоя, над жизнью не влазна петля. Ты живешь! В памяти вечной, как эта земля. Ты живешь! В полыхании салюта и вечном огне. Ты живешь! Зоя, во вчерашнем, сегодняшнем, завтрашнем дне. Ты живешь! Что ты мой подвиг?